итак вот вернемся к той женщине она говорит ну это зачем же тогда у меня такое желание если все это не основные тогда почему у меня желание такое есть ведь если бог вложил для чего-то он его вложил какая тогда цель брака и мы ей говорим чтобы она открыла библию на самой первой странице книги бытие 1 глава 27 стих это место у вас здесь выписано в ваших материалах книга бытие 1 глава 27 стих и она стала читать и сотворил бог человека по образу своему по образу божий сотворил его мужчину и женщину сотворил вот она так прочитала и здесь же ничего про семью не говорится для чего нужна семья это еще раз она опять читает и створил бог человек по образу ему по образу божий створил его мужчину и женщину створил но нет ничего про семью и вот несколько несколько раз она прочитала и только лишь спрятывали 6 она говорит так для того чтобы образ что ли божий отражать себе нужно что ли говорит грим да и без всяких что ли вот для чего бог создает семью мужчину и женщины вот как раз по духу б это и написано что супружество сотворено богом чтобы во всей полноте отражать его образ на планете земля но тут естественно возникает вопрос а что же неженатый незамужний человек на себе образ не несет несет но знаете в каком случае вот на эту тему очень хорошо сказал митрополит антоний сурожский брак в своей книге брак и семья кстати мы вам очень всем советуем приобрести эту книгу совершенно потрясающе вы знаете мы вам честно скажем что вот лучше чем он написал о браке и семье больше нигде ни у кого не читали несмотря на то что мы перечитали как протестантских авторов и наших и католических и много прочитали так светской литературы вот лучше митрополита антоний сурожского никто не писал брак и семья называется антоний сурожский митрополит антони блум митрополит сурожский потрясающе совершенно блум это его имя фамилия митрополит сурожский знаете эту книгу кстати очень трудно купить в москве мы за ней гонялись мы так и не нашли просто на одной из конференций которые проводить православное общение нам ее подарили вы походите посмотрите что если вы ее приобретете конечно будет счастье так вот по поводу отражения образа божия там совершенно потрясающе сказал человек отражает образ божий на планете земля двояко первый вариант это если он один монах в миру который посвятил себя все свое служение людям всю свою жизнь служение людям и богу богу людям дело не добра дело не каких-то хороших там вещей для людей именно служение людям и богу и другой вариант если это семья то есть и в своей книге пишет что нельзя путать монашество то есть несение образа божьего в она монашестве и несение образа божьего в семье то есть если ты стал семьянином то все те правила которые касаются монашества их нужно от себя а от сеть от сеть потому что правил для монашества не работают в правилах для семьи точно так же как правило семейные не работают для одинокого человека поэтому вы понимаете если вы избираете для себя монашество да вы несете образ божий в одиночестве если в монашество не избираете а хотите замуж хотите жениться у вас это на сердце вы в одиночестве образ божий не несете теперь вы поняли только вдвоем какие ваши отношения и вот теперь посмотрите на семьи которые окружают нас какой образ они показывают какого бога семьи в церкви какой образ по какой образ они несут окружающим людям соседям коллегам на работе они показывают любящего бога заботящегося прощающего милосердия присутствующего дома все время заботящегося какой образ люди несут чтобы показать его людям окружающим или это бог вечно ворчливый постоянно отсутствующий лицемерный какого бога не прощающий у семьи огромное предназначение может поэтому поступаем ты сказал свое время это лучше быть одному и ученики потомка христу сказал уж если такая ответственность то что наверное лучше и не жениться вот поэтому каждому нужно выбрать либо этот путь отражение господа либо этот если уж вы выбираете служить бы быть семьянином быть в семье значит в первую очередь забудьте о том чтобы ваша семья отражала образ божий а потом же через этот образ господь благословит и людей вокруг вас если семье плохо если вы семье не построили отношения ну нулевое служение будет она будет может быть сверху казаться красивым но образа божьего нету потом распадется и что очень важно ведь бог не творит в первую очередь на земле израильский народ он не творит на земле какой-то институт чтобы мы могли учиться в нем он не творит на земле правительство чтобы управлять этой землей он даже не творит в первую очередь на земле церковь хотя это него невеста иисуса христа он творит в первую очередь на земле семью потому что все из семьи чтобы потом в этой семье получилось домашняя церковь но сначала создают мужа и жену вот это основа всего вот многие говорят ну вот читайте дальше вот там же дальше написано что вот он заповедал смотреть за тварью земной да вот в последующем стихе плодиться размножаться ну вот же для чего на земле а мы говорим вот давайте посмотрим вот к чему привело такое управление землей человека который не сумел стать образом божьей в семье поглядите вокруг вы видите к чему привык вы знаете видели фото выставку вот кто был на научной конференции вы знаете так вообще вот все к чему не прикоснулись руки человека все изумительно прекрасно вот человек что-то к чему-то прикоснется где-то вы знаете ну все гармония нарушается человек который создан наоборот понимаете смотреть за гармонией на земле из того что он не отражает как свет образ божий вот смотри полный развал почему-то не только в нашей стране помните советское время кто постарше с каким великолепием показывали нам фотографии дымящиеся трубы помните говоришь это красиво помните все эти заводы спиленные леса смотрите сколько в этом выводим на карандаше и изводим целую сосну на один карандаш то есть мы один нам это говоришь это правильно человек царь природы не царь природы разрушить реки поворачиваем вспять теперь аральского моря не существует то есть вот эти вот вещи просто надо подумать почему так происходит а потому что не образ божий работает в этом мире но по поводу плодить и размножать то же самое можно сказать если дети воспитываются в семье где далеко не образ божий между мамой и папой мы можем с вами видеть конкретный результат правда поэтому изначально образ божий а потом же через образ божий господь будет действовать либо тут образ божий либо тут мы с вами раз у нас семейная этика будем говорить вот об этом образе божьей о правилах для монахов у вас наверно будут другие курсы если будут если это вам необходимо итак мы дальше сдаем этой женщине вопрос мы говорим это если это все не является таким основным для брака то что ты назвала то что ты называешь мотивы теперь представь себе такую ситуацию ты готова к тому что бог предназначил для тебя что ты вот с точки зрения нашего великого бога наилучшим образом будешь отражать его боже божественный образ с человеком который но по какой-то причине не может иметь детей но именно с ним по замыслу божьему отражать лучше всего образ ты к этому готова мы говорим а ты готова к тому что по замыслу божьему этот человек которого он для тебя предназначен будет болен ну такой болезнью по компотенции что говорить сейчас это все более и больше мужчин и ваших сексуальные отношения будут другими они будут у вас но по-другому но вот не так как тебе это хочется но это с этим человеком по замыслу божьему ты лучше всего будешь нести образ божий семье мышь не говоря то что вполне возможно что этот человек работать может быть в авто момент это может быть у него будут какие-то ну смены не совпадающие с твоими и молиться вместе вы не будете раз или два в неделю у вас получится а так нет вопрос как бы не будете часто пересекаться для такой серьезной совместной молитвы и служение вы тоже может вместе не сможете нести он будет тебя поддерживают там молитвенно материально морально но служение вас будут разные но по замыслу божьих даже в те редкие минуты которые действительно вы будете вместе или часы это будет тот образ божий который конкретно будет работать на божественный план для спасения человечества ты готова к тому чтобы для тебя вот это будет знаете она так немножко стушевалась и сказала фразу совершенно классическую она по крайней мере это честно сказал она сказала вы знаете вот я и боюсь того что он мне что-то не то подсунет вообще вот как мы строим свою жизнь строим свои планы для семейной жизни мы создаем какой-то для себя образ какой-то идеал и говорим вот такой хочу господи вот это благослови вот я хочу вот это нарисовали образ и господи ты вот это благослови я же дитё твою я тебе служу я служила и вот мы женимся ступаем в брак выходим замуж начинаем более тесно строить отношения и вдруг выявляет понимаем что вы разные и вообще это не то что я просил очень не то господи я же тебя другом просил что ты мне подсунул вот и вот знаете есть такая потрясающая притча идет мудрец и видит его ученик сидит и что-то кушает он мне подходит и говорит ты что кушаешь ученик отвечает я ем рыбу я очень люблю рыбу учитель затопал ногами и сказал как я тебя ученики себе взял ты же лгун ты лжец потому что ты не любишь рыбу если бы ты любил рыбу ты бы для нее построил великолепный аквариум положил туда камушки на дно посадил бы растение водоросли всякие воду бы каждый день менял для этой рыбы кормил бы ее изысканными явствами ты не рыбу любишь ты любишь ее вкус у себя на устах так кого ты любишь себя себя понимаете вот вы не задумывались что мы имеем ввиду когда я говорю девушке значит я тебя так люблю что я имею ввиду у меня внутри когда ты рядом у меня внутри все так поднимается такой адреналин такой кайф все так здорово вот когда ты рядом и поэтому я люблю которые вот во мне всплескивают это все меня переполняет это так здорово я тебя так люблю а потом бац вот этот всплеск уходит он уйдет все равно он уходит понимаете и мы говорим а я тебя больше не люблю и я тебя больше не люблю ну чувства больше нет пошел таково получается мы больше любят свое эго себя самого себя любимого и вот поэтому решение принимаемые в чувствах всегда неверно нужно смотреть на другое нужно смотреть на то основание которое изначально для супружества господь вот этим человеком мы вместе сможем отражать образ божий вот это вот основная цель брака то есть то куда мы идем замысел божий для брака отражать его образ на планете земля бог специально сотворил вот эти вот отношения чтобы люди уже сейчас могли почувствовать любовь причем любовь не такую какая-то чувство не только здесь здесь ощутили то есть любовь как решение чтобы я не испытывал жизни и в радости и в горести и в болезни и в печали и в хороших чувствах и в плохих чувствах я буду любить этого человека это мое решение вот мы женаты но скоро будет 23 года знаете вот эти 23 года по-прежнему я знаю что во мне есть такие черты характер которые очень сильно раздражают и в нем тоже есть масса всего такого нет я вообще идеально конечно если бы не ты наш брак был бы это само собой вот вы знаете это нормально понимаете потому что мы совершенно разные естественно чувства между нами возникают совершенно разные это не знаете что знаете как каждый день каждую минуту каждую секунду на старомистой жизни у нас исключительно сюси-пуси и ухи-ахи и это не нормально если это так а такого в общем то не бывает понимаете может быть игра на публику но на самом деле чувства разные в браке но несмотря на чувства мы друга не смотря на то что может между нами происходить хорошие чувства или плохие нравится нам что-то или не нравится любовь это наше решение несмотря на чувство несмотря на то что у нас различает разделяет может пытается разделить и развести по разным углам несмотря на это наше решение любить друг друга и исходя уже из этой любви ага по которой нам дает господь показывать людям что этого реально это возможно здесь на земле любить друг друга несмотря на интересно что знаете достаточно часто особенно молодежь дает вопросы расскажите это когда поженишь у вас большая была любовь вы знаете была такая мне казалось вообще лопну мне говорят ну вот сейчас она у вас такая же как была тогда или все-таки поменьше поменьше она стала вот та любовь которая была это даже ну или это крупица наверное всего того что происходит вообще сейчас изменилось качество любви это уже не эмоции это уже не всплеск это уже любовь ну количество и заложный любовь мире с количеством но по крайней мере сейчас такая любовь который хватает не только у нас на двоих как это было в начале теперь столько же любви получает когда родился первый ребенок столько же любви получил второй ребенок чем ее не меньше встал столько же любви стали получать наша мама столько же любви стал пыли типа стали получать люди вокруг нас умножается в качественных отношениях если любовь качественно она умножается и она как-то на всех расходит причем очень важно понимать что здесь мы находимся именно вот крестьянские пары под лупой под прицелом нас изучают каждую минуту если мы будем здесь лицемерить да мы любим друг друга да у нас все замечательно да мы образ божий смотрите на нас нам не поверить потому что любовь проявляется в наших делах в нашем отношении друг к другу она видно узнаете нужно обмануть людей на каком-то этапе но потом наступает этап когда уже ну не обманете вы людей вокруг себя вы знаете однажды мечтали когда лекцию в медицинском университете по гражданскому браку для студентов конечно была очень такая агрессивная сначала аудитория лекция продолжалась полтора часа и концу этих полутора часов вы думали нас забросают тухлыми помидорами или палочками из-под пива скорее всего баночки потому что помидоры никто не принесла в культуре студенческой а вот по мере того как мы вели лекции говорили о плюсах и минусах гражданского брака в общем-то у многих студентов вот те которые присутствовали на лекции сознание менялась они на глазах начинали понимать что в общем-то ведь в каждом сердце каждого заложен понятие греха что это неправильно не должно быть такого и даже те кто грешит причем интересно было наблюдать вот значит заходили так вот девчонки так вот под крылышками мальчика так вот вместе садились а курс был такой факультативный то есть как бы достаточно свободно как бы да ну какие-то переши брожанский брак что-то нам втирать вот и вот значит по мере того как шла лекция девочки так вылазили из-под крылышек у мальчиков вот когда мальчики пытались там что-то так вот вставлять такие вот все это ерунда да значит смотрим так вот раздавалась такой молчи дурак лучше слушай правду говорят ну значит по мере того коллекция шла как-то слушали и осталась одна единственная пара они по-прежнему так вот сидели он она что-то говорил она увезет я попискила а у нас не так и под конец и она даже перестала попискивать вот тоже так вот вылезла и так знаете аудитории так и достаточно успокоилась и потом вот эта самая последняя в конце уже когда лекция закончилась мы там стали расходиться они к нам подошли и они сказали нам что вот их убедила правдивость наших слов не слова наши слова которые мы произносим не наши логические доводы которые мы пытались им привести а именно наши отношения друг к другу хотя мы так же стояли два часа там на доске рисовали просто говорили мы увидели как вы смотрите друг на друга что то что вы говорите говорит это правда важно чтобы люди вокруг нас видели что то что мы говорим это правда это работает прежде всего в нашей жизни если ваша жизнь не работает и вы будете других убеждать сработает вы только поверьте только придите ко христу и вас все получится знаете а такой человек посмотрит в глаза жену вашей или муж и что там увидит и вот если он увидит что-то совершенно другое все ваши слова не просто на нет сойдут они упадут ниже нулевой отметки потому что вы порочите таким образом образ божий следовательно самого бога большое дело начинается с малого пожертвования и пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек поддержите наш проект молитвой и финансами о чем молиться и как пожертвовать вы можете узнать на сайте 3wtv seminary точка ком все